Вы знаете, у нас группа возраст от 5 до 7, но в основном 6-7 лет. Вы знаете, сейчас у нас урок, мы каждый год, первый урок у нас о слове Божьем. Так у нас повелось, я выпускала группу Огоньки, мы там тоже всегда проводили. Первый урок, начало учебного года, мы всегда проводили о слове Божьем, потому что я так считаю, что это очень важно, детям привить, что слово Божье, чтобы они научились уважать это слово и любить. И поэтому в этом году у нас был такой урок, слово Божье, это зеркало для души. И так как у нас работает, Елена уже говорила, коллектив из 4 учителя и помощник, мы разбираем урок все вместе, мы готовимся к уроку все вместе. Не было еще такого, чтобы просто мы раздали. Мы его обсуждаем, полностью разрабатываем, каждый берет свою часть и уже проводим урок. То есть в уроке мы участвуем всем коллективом. И сейчас мы вам попробуем об этом. Вы знаете, я вот увидела, знаете, дети маленькие, это даже было не в этом году, а в прошлом. У нас девочка одна, когда она пошла в сад, ну вот дети, они любят говорить что-то о Боге, что они новое узнали или какие-то золотой стих рассказать. А ей там сказали, Бога нет. И она вот такая ходила и думала, ну пахнет Богом. И не могла найти такой вот аргумент, чтобы сказать что-то такое. И потом она вдруг сообразила, она сказала, Библия же есть, значит и Бог есть. Дорогие друзья, я вас приветствую. И в начале нашего урока я хотел бы вам рассказать такую краткую историю одного очень интересного предмета, который называется зеркало. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого зеркало есть. Кто им когда-то пользовался или смотрелся на него? Мало рукавы. Нет, не с собой. Вы пользовались когда-нибудь зеркало? То есть все понимают, да, что такое там отражение. А скажите, для чего зеркало надо? Но зачем мне себя видеть? Красоту навести? Зайчик выпускать. У кого четкие мысли? Цареньку выпущите за плату. То есть как вы считаете, это нужно обещать? То есть чтобы привести себя в порядок. Правильно. Ну и знаете, вот такое зеркало, вот как оно есть, то есть такое хорошее, четкое, которое у многих есть, оно было не всегда. Его придумали совсем недавно. А вот как вы думали, думаете, вот когда его не было, давно-давно-давно, когда еще технологии, в принципе, мало, очень мало были развиты, как вы думали, где люди смотрелись? Вода. Вода. Это очень правильно, да. И на уроки мы выносили так тазик с водой, и они пытались там в себя посмотреть. Ну, здесь мы это сделать не стали, потому что только народу не будет смотреть. Они смотрели, мы спрашивали, вы их все хорошо видите? Они говорят, ну, нет, не очень кому-то сказали. А какой у вас цвет глаз? Они говорят, мы не видим. Мы говорим, то есть зеркало лучше. Они говорят, да, зеркало лучше. Ну, вот. Прошло много-много времени после... Ну, с тех пор, пока люди пользуются водой только, плюс металл. Металл, железо, медь. И его также они начали использовать как зеркало. Его начали хорошо-хорошо полировать. Ну, вот. Это такой маленький пример. В принципе, кто хочет, может даже подойти, посмотреться. Ну, пока. Что-то можно разглядеть? Вот. То есть, что-то написали, то это нельзя можно разглядеть, в принципе. Конечно, оно было отполировано чуть лучше, было видно чуть лучше, но это не зеркало. Ну, не может сравниться с тем, что у нас есть сейчас. Вот. Вернемся к истории. Прошло опять много-много-много-нет. И появилось стекло. Ну, как вы понимаете, стекло, это не зеркало. Вы можете увидеть это, что они в стекле? Можете. И когда можно. Ну, при преломлении лучей. Ага. Но ночью все равно, тяжело. И цвет глаз тоже. Вот. Вот. Мы тоже с детьми все посмотрели внимательно. Они посмотрели на себя и не увидели там себя. Сказали, мы себя не видим. Вот. Я говорю, тогда люди сделали одну очень интересную вещь. Они взяли темную ткань и сзади навешивали на стекло. И тогда, тогда мы себя увидим. Я брал. Так. Вот. Промкать. Плохо видно. Время шло. Текло было очень дорогое. И очень мало распространенное. Но зеркал все равно еще не появился. Прошло опять много-много времени. И люди сзади стекла набрели металл. Вот. Пришла кому-то такая идея в голову. И получилось зеркало, в которое мы теперь смотримся. И можем там разобрать свои кирпи лица. Хорошо. Можем увидеть наш цвет глаз. Можем увидеть, как мы выглядим. Саринку. И саринку глаз тоже можем видеть. Такой короткий обзор. Ребята, давайте я буду к вам обращаться как к детям 5-6 летного возраста. Хорошо? Представьте, друзья мои, в Библии есть такое место, где зеркало, Слово Божие сравнивается с зеркалом. Но прежде чем прочитать его, давайте мы посмотрим один сюжет из нашей жизни. Ой, сынок, молодец. Ты так хорошо помог мне, постарался. Помог мне в огороде картошку посадить. Ты знаешь, ну, ты маленечко не очень хорошо выглядишь. Посмотри в зеркало, приведи себя в порядок, а я пойду пока посуду помою. Ничего себе, как я выгляжу грязно. Надо обязательно будем помыться. Так, 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 мамой же не купил помастер. Нет, поможет. Сейчас я порисую. Порисую. Пойдем. Что бы нарисовать? Я, наверное, нарисую машинку и добри. Ой, Слава, какой ты молодец. Что ты там рисуешь? Слава, ты что, до сих пор не умылся? Уже полгня прошло. Что случилось? Ты занят был? Я забыл. Забыл? Друзья мои, вы представьте, ведь в Библии именно о таком месте тоже написано. Давайте с вами прочитаем. Дети наши маленькие, поэтому Библию не сильно хорошо пользуются. Но слушаю. Это написано в Новом Завете. Написал это апостол, один из апостолов. Зовут его Иак. Слушаем. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тот чуть забыл, каков он. Вот скажите мне, пожалуйста, друзья, когда вы как-то не очень хорошо выглядите, или там что-то испачкано, или там неаккуратно, с помощью чего вы спасаетесь? Стандартные наши вещи. Мыло-порошок, зеркало, либо там мама-папа, да, кто-то может помочь, привести себя в порядок. А задам я вам такой вопрос. Как можно увидеть свое сердце? Ну вот нашу внешность мы можем увидеть с помощью зеркала, да, с помощью других. А как можно увидеть свое сердце? Ну нет же у нас таких приспособлений. Или есть? Правильно, мои хорошие. Это Слово Божие. И вот сейчас я прочитала это место, да, как раз-таки там написано, тот человек, который только слушает, он не может, да, исполнить. Он посмотрел и начал заниматься своими делами, как наш герой, да, и забыл. А тот, кто не только послушал, но и исполнил, что там написано было, он счастливый человек, блаженный, да? И сейчас мы с вами поиграем. Мне нужно два человека. Кто у нас выйдет? К нам сюда. Дети у нас радостные, побежали. Все идите сюда, Настя. Ну еще одного человека. Еще одного. Ой, ну мы просто, знаете, даже от семь. Невозможно. Вы готовы были все, 20 человек. Все. Проходите. Так. Друзья, сейчас вам завяжем глаза. Вы не пугаетесь. Мы вам бойтесь. Мы сейчас проверим. Сейчас проверим. Главное, что вы только что вы ничего не видели. Мы сейчас просто все это проверим. Точно. Нас в него не сильно. Нормально. Сейчас вам нужно выполнить несколько заданий. Простых. Вы должны сейчас выполнить несколько простых заданий. Поднимите правую. Так, молодцы. Так. А, теперь присядьте. Присядьте. Да? Не слышно. Хорошо. Поднимитесь. Разведите руки в стороны. Молодцы. Вы все хорошо делаете. И все правильно выполняете. Марина, разлежи их глазами. Просто молодцы. Молодцы. А что с ними случилось? Слушай. Как вы интересно выглядите. А что с вами случилось? Слушайте, а вы хотите на себя посмотреть? Посмотреть на себя? Хочете. Хочете. Давайте посмотрим на себя. Что-то изменилось в вашем облике. Помогите друг другу. Помогите убрать лишнее. Что у вас пришлось. Друзья мои. И что вам потребовалось, чтобы себе вот помочь? Вот. Вас послушать. А как вы увидели, что у вас лишние вещи? Зеркало вам послушать. Вот, друзья, сейчас я хочу с вами и проверить. Марина сказала, задала вам вопрос, что нам помогает увидеть свое сердце. Вот сейчас наши сестрички с помощью зеркала привели себя в порядок. Мы их тут немножко вымазали, прицепили прищепки, но с помощью зеркала они все это убрали. А теперь я буду вам показывать золотые стихи, которые мы уже учили. Как вы думаете? Они знают эти стихи. Почитай. Отца и мать. Вот мы прочитали это в Библии. Вы учили этот золотой стих. Но что мы увидели? Как мы должны поступать? Слушаться родители еще. Помогать родителям хорошо. Еще. Молиться. Еще. Есть? Любить. Да, друзья мои, смотрите. Еще. Следующий стих. Повинуйтесь наставникам вашим. Когда мы читаем это в Библии, что мы видим? Что мы должны делать? У нас дети, они знают, у нас есть правила в классе. Они сразу вспомнили про эти правила и сказали, что мы должны выполнять правила на уроке. Как вы думаете, о чем это правило говорит? Не разговаривать без разрешения. Молиться мы в воскресной школе. Слушать мы должны. Слушать мы должны. Да, не опаздывать на урок. И без разрешения не вставать. То есть, очень хорошо. Помогает нам Библия видеть, что нам делать? Хорошо. Так. Следующий стих. Не будем оставлять собрание своего. Что же мы должны делать, когда мы прочитаем это в Библии? Что она нам показывает? Не пропускать служение. Видите, как дети дружно идут в церковь. Рабу же Господа не должно ссориться. Друзья, я вот вам хотела напомнить. Есть у нас такой один орган, который небольшой, но очень много делает. Как вы думаете? Язык. Язык наш. А что же делает наш язык? Что он может делать плохого? Говорит. Говорит. Так. Говорит плохие слова. Да, это есть. Есть у нас уже даже у малышей. Еще. Обзываться. Да. И вот здесь вот конкретно есть слово. Ссориться. Очень часто наши дети маленькие, и если что-то какое-то возникает, что-то они не поделили, они начинают ссориться. И вот, друзья мои, а мы читаем в Слове Божьем, рабу же Господа не должно ссориться. Что мы должны делать? Молиться. Вы прям как наши дети. У них на все первое слово молиться. Они у нас такие молитвенники. Просто первое, что спрашивают, они говорят молиться. Мы должны уметь прощать, должны уметь мириться, не обижаться друг на друга. И наш язык не должен говорить плохие слова. И вы знаете, и Господь нам помогает. И через Библию Он нам говорит. Сейчас мы с вами выучим новый золотой стиль. Так, ну, друзья, как вы уже поняли, у нас детки очень маленькие, и, соответственно, они читать не могут. Ну, по крайней мере, не все читают. И получается, что нужно как-то их стимулировать к тому, чтобы они запоминали стихи. И один, как бы, из небольших методов, это вот цветовая гамма. Первое слово «вникай, Настя» поднимает в себя Аня и в учение 1 Тимофея 4.16. То есть сначала мы читали, я сейчас не буду ему учить, конечно же, стих. Сначала мы по очереди прочитали, да. Они запомнили цвет и слово, да. Вникай, это желтый. Потом мы поменялись. Поменялись местами. И наши дети должны были хотя бы по цветовой гамме выстроить этот золотой стих, да. То есть они говорили, что это первое слово и так далее. Потом мы могли просто заменить, например, пока они там занимались какими-то делами, да, своими отвлеклись, мы меняем. То есть у нас уже написано не 1 Тимофея 4.16, а 2. Второе, ну, могу сразу сказать, ребята у нас запомнили это, они сразу увидели, в чем подвох. В себя, да, можно написать в него. То есть они буквы тоже различают некоторые. Ну, то есть такой небольшой метод разучения стиха. Вот то есть когда, Марина, смотри. Вы знаете, этот стих они очень хорошо запомнили. И они его, ну, у меня дома 2 внучки, они ходят в эту группу, и очень часто они этот стих не цитируют, они его выучили. То есть этот метод у нас оказался удачным, мы учили. И самое главное, они действительно правильно расставляли по порядку, но помимо того, что они расставляли, они повторяли этот стих. То есть они расставили правильно и повторили. И они его очень хорошо запомнили. А, и домашнее задание у нас. На листе было распечатано зеркало. И здесь небольшая такая как бы подсказка, молитва для детей, чтобы они это зеркало вырезали. И дома они в течение недели молились. Тут написано, Господи, помоги мне не обижаться, не гневаться, не говорить плохих слов. К этой молитве они могли дополнять то, что у них возникают какие проблемы, они могли дополнять. То есть вот эти зеркальца, я наблюдаю, они их разукрасили. И пытаются, вот у меня, допустим, внучка учится читать. Поэтому зеркало, она буквы знает и пытается складывать. Ну то есть вот этот урок, я думаю, он тоже послужил им еще, когда я говорю, что Слово Божие нам показывает, как. И они знают выход. Действительно, молиться они не только вот говорят, что помолиться надо, а вот же вот в этом возрасте они понимают, что когда плохо или тяжело, или что-то они сделали, то надо попросить прощения у Бога. Но мы их учим, что не только у Бога, вот именно на этом уроке мы говорили еще, что надо попросить прощения друг у друга. У мамы, если ты обидел. Или у друга своего попросить тоже прощения. Примириться. Ну вот, все.